Так, на данный момент мы находимся в Шуше, Шуше это культурная столица Азербайджана, и рядом со мной Орест. Орест. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Орест, я из Украины, вот, блогер тоже, да. А вот мы сейчас беседовали с Орестом, и просто я решила это все снять. Пару минут назад у нас было интервью на вопрос, как вы реагируете на то, что вот армянская сторона 30 лет держала под оккупацию земли Азербайджана, вместо того, чтобы, ну, не знаю, строить и все такое, она превратила все в развалины и руины. А Орест ответил, что, ну, это последствия войны. А потом мы побеседовали, и я ему показала те здания, которые просто не могут быть последствиями войны. И вот, например, кстати, это тоже здание, которое было... Ну, ты сам вот смотри, ты сам тоже заметишь, что вот это здание не может быть последствием войны. И просто... Ну, это специально. Вот это, вот видишь, что это специально. Мы путешествуем много по миру. Может, она проедет. И похожих ситуаций, как здесь, есть очень много, да. Есть много футболизонов. Я с Украины это очень понимаю, когда в протяжении советского времени церкви превращали в какие-то бараки, да, или какие-то склады, например. Вот. Поэтому это... Это... Людской фактор, который просто в конфликтные ситуации выходит наружу, да. И человек такой, что он способен, как бы, свое принять, а чужого не любить. И это, ну, межнациональные вещи все время такое делают. Хорошо. Хорошо, Арес, я тебя понимаю. Вот в Шуше сейчас, ну, через пару метров ты увидишь этот... Здесь есть церковь, церковь называется Газамсе. И если учесть тот факт, что армянская сторона носитель христианской религии, она всегда преподносит себя как христиане во всем мире, и носители этой религии. Они разрушили эту церковь тоже. Не то, что мечети, исторические монументы и все такое, а церковь тоже. Вот если это не свое, как можно... Ну, церковь же... Ну, их. Ну, да. Ну, что я могу сказать? Ну, это нехорошо. Если так получилось, ну, если разрушили. Да, разрушили. И сейчас вот фон Кейдар-Алиева восстанавливает. Не то, что мечети и все такое, исторические дома и тому подобное, и церкви тоже. То есть мы относимся ко всему, как азербайджанский народ, относится ко всему, как, ну, по-человечески. Как Азербайджан во всем мире популярен как мультикультуральная страна. Вот мне интересно просто, что ты знаешь про Азербайджан и про народы, которые жили в Азербайджане. Ну, Азербайджан – это тюркский народ, конечно же, да. Самые близкие национальные родственники – это Турция, да, то, что я понимаю. Братская страна. Братская страна ваша. А вот что ты можешь сказать, что... Один из трех самых больших кавказских народов. Здесь щелковый путь проходил, правда, долгое время. Нефть впервые использовали как ископаемые. Так что все в порядке. А что ты знаешь про народы, которые живут в Азербайджане? В Азербайджане очень много народов живут. И как раз-таки украинский народ, русские, евреи. До сих пор в центре города живут армяне. Реально. Это нормальная ситуация в многих странах. Например, во Львове тоже есть много азербайджанцев. И у нас во Львове стоит армянская церковь в самом центре. Одна из самых старых, кстати, зданий в городе. Так что все эти... У нас тоже в центре Баку. Наверное, ты первый раз, когда... Я видел, да. Да, вот стоит целости и сохранности. Мы же не разрушили то, что не свое. Вот так. Сейчас вот мы гуляем по улицам Шуши. А что ты можешь сказать о Шуши? Вот. О Шуши? Наша культурная столица, да. Ну что я могу сказать? Мне жаль, конечно же. Жаль на это смотреть. Вот. И нужно отстраивать, я так понимаю. Конечно же. Для того, чтобы сюда жизнь вернулась. Да. Да.